Евгений Николаевич, на телевидение поступил ряд вопросов, адресованных вам. Я думаю, что эти проблемы, которые затронуты в этих вопросах, они интересны не только конкретным людям, которые их задали, но и большинству угличан. Вот первый вопрос, почему у нас в городе нет стационарного поста? Ну, скажем так, что на протяжении, наверное, уже последних 10 лет целенаправленно проводится работа, в первую очередь, нашим департаментам и нашим управлением ГИБДД о реструктуризации деятельности вообще ГИБДД и направленности, в первую очередь, маршрутами патрулирования, задорожным движением и непосредственно при патрулировании на улицах города. Не стационарные именно посты, а мобильные машины, которые могут выехать и оказать экстренную помощь и внести какие-либо коррективы в дорожное движение. Поэтому такой необходимости, скажем так, о стационарных постах у нас сейчас нет. И по области идет тенденция снижения количества этих постов, на сегодняшний день их всего 4, улич не входит в это число. Мы периодически выставляем пост на въезд в город, так как город у нас граничащий с другими областями, и мы проводим профилактические операции на этом посту. Но это только лишь эпизодические, скажем так, моменты, когда необходимость такая действительно встает. А так мы стараемся максимально эффективно контролировать мобильными передвижными машинами патрулирования, дорожной патрульной службы. Многие автомобилисты жалуются на то, что машину, приобретенную за пределами Ярославской области, приходится регистрировать в Ярославле. Нельзя ли каким-то образом перенести эту регистрацию в Углич или хотя бы в какой-то из дней, недели или месяца производить вот эту процедуру в нашем городе для удобства автомобилистов? К сожалению, вопрос в этом плане нужно адресовать нашему областному управлению. Почему? Потому что решение принималось в регистрации не только в отношении города Углич, а полностью всей Ярославской области. В случае прибытия любого транспортного средства из-за пределов нашего региона, вот если по Москве в первую очередь встают такие вопросы, для более тщательной и качественной проверки, в первую очередь с привлечением экспертно-криминалистических отделов, которого у нас, к сожалению, в подразделении нет и нет должности инспектора или эксперта, который мог бы качественно это проверять, мы можем контролировать и регистрировать транспортные средства только зарегистрированы на территории Ярославской области. Все остальные машины должны проходить первичную регистрацию, опять-таки подчеркиваю, первичную в областном управлении. После этого все регистрационные действия могут совершаться по месту жительства граждан, которым принадлежат эти машины. Евгений Николаевич, согласитесь, что очень наболевший вопрос – это работа маршрутных такси, которые останавливаются на проезжей части и на пешеходных переходах, и на перекрестках, то есть практически как заблагорассудится пассажирам и пешеходам, которые хотят воспользоваться услугами этого вида транспорта. Ну, здесь надо несколько шире, я думаю, подходить к этой проблеме, потому что если брать последний год деятельность именно нашего отделения ГИБДД, можно сказать, что эта работа уже навязла в зубах. Простите за откровенность, потому что мы, ну, сказать то, что постоянно выявляем эти нарушения, наверное, ничего не сказать. Примером может послужить последняя проведенная операция, автобус, которая была в ноябре месяце, так за 10 дней только было выявлено порядка 40 нарушений водителями, именно водителям маршрутных такси. Это может говорить только лишь о том, что, ну, наверное, руководителям предприятия, в первую очередь, не подбирается нормальный водительский состав. Те, кто водители ездят по нашим городам, крайне неосторожно ведут себя на дорогах, и зачастую нарушают правила дорожного движения, в результате которого даже, возможно, совершается дорожно-транспортное происшествие. Мы проводим профилактическую работу, выявляем эти нарушения, и надо сказать, что администрация в этом плане даже подключилась и провела конкурс по оказанию вот именно этих услуг в конце прошлого года, но цели этого конкурса, к сожалению, не были в полном объеме достигнуты, потому что на сегодняшний день эти нарушения, опять-таки, выявляются, выявляются практически каждый день нами. Но валить вину только на водителей такси или на руководителей этих предприятий, все-таки, я думаю, будет неправильно. Потому что, ну, налицо стереотип, наверное, нашего мышления, любого гражданина, который пытается двигаться, переехать на этой маршрутке, о том, что он где махнул рукой, там маршрутка и остановилась. Я считаю, что это в корне неправильно, и отчасти пассажиры просто провоцируют водителей. Водители, гоняясь, скажем так, за прибылью, за тем, чтобы действительно посадить паром пассажира и получить с него деньги, останавливаются там, где это небезопасно, на перекрестках, на пешеходных переходах, на аварийно-опасных участках. Это все, в принципе, запрещено. Есть постановление губернатора, которое говорит о том, что посадка пассажиров должна осуществляться только на специально отведенных посадочных площадках, автобусных остановках, которых у нас в городе, как бы, они есть, они испокон веков существовали, и люди должны садиться именно там. Высадка в местах, где это не запрещено правилами дорожного движения. Вот от того, что первый пункт водителями не выполняется, отчасти, и, я как уже говорил, провоцированию именно пассажирами, получается вот такие вот казусные ситуации, когда одна маршрутка движется, встает на узком участке дороги, в результате заднего возникает пробка, и дезорганизуется движение, можно сказать так. Мы принимаем, как бы, меры профилактические для того, чтобы предотвратить вот это вот все. Но ведь, поймите, в городе их порядка 40 штук движется. У каждой инспектора я не смогу поставить, да и не в этом наша задача. Конечно, в первую очередь водители должны смотреть о том, чтобы они не нарушали правила дорожного движения, о том, чтобы они в часы пик, в первую очередь, не перегружали свои маршрутки, потому что, ну, сами, наверное, свидетели, многие граждане видят, что они зачастую идут не 15 человек, них там все это до 20, даже и более. Поэтому проблема встает действительно очень и очень серьезно. А если взять статистику России, понимать, что если такая набитая машина едет и совершается где-то дорожно-транспортное происшествие, жертв очень и очень много. Поэтому мы эту работу с себя не снимаем, будем проводить ее постоянно. Но обратиться все-таки хотелось бы к гражданам, в первую очередь, не способствуйте этим нарушениям, потому что если вы будете стоять на автобусной остановке, и водитель маршрутки подъедет и посадит вас именно там, то будет максимально безопасно. Вы не повлечете в совершение дорожно-транспортного происшествия, не спровоцируете нарушение правил дорожного движения водителям, и я думаю, что порядка на дорогах в этом плане будет намного больше. Скажите, пожалуйста, ведется ли вами лично, как руководителям, и вообще в инспекции борьба с коррупцией? Эта работа, я думаю, что не только моя ведется. Наверное, каждым сотрудникам в голове, в первую очередь, должно быть осознано, что деньги брать на дороге не то, что нельзя, это недопустимо, в первую очередь. Это уголовное деяние, под которое попадает любое, скажем так, непротивоправное действие, так же, как и со стороны сотрудников милиции. Ну, а со своей стороны, конечно, я принимаю все меры для того, чтобы реагировать на все обращения граждан. У нас заведена система обратной связи, каждый гражданин может на сегодняшний день анонимно обратиться в госавтоинспекцию, анонимно обратиться по телефону. Какие обращаются? Таких случаев за последние два года я не помню, честно говоря. Но не буду душой кривить, что, наверное, на дороге что-то и возникают какие-то ситуации. И я всегда призываю граждан, обращайтесь, обращайтесь напрямую, обращайтесь посредством письма. Анонимные, конечно, письма не рассматриваются, но они принимаются к сведению. Можно обратиться к любому инспектору на дороге. Есть, в конце концов, руководство у нас и руководство управления ГИБДД. И у нас в подразделении размещены эти телефоны, так называемые телефоны доверия. Можно позвонить туда, один контрольно-профилактический управление ГИБДД, где работают профессиональные сотрудники и могут выявить то или иное, или подтвердить то или иное противоправное действие со стороны сотрудников госавтоинспекции. Но, опять-таки, если гражданин будет молчать, а где-то у себя в семье или в общем каких-то разговорах просто потом муссировать вот эти вот все, как бы, противоправные действия, ну, я думаю, что толку от этого не будет. Надо выносить этого. И я стою на позиции такой, что нельзя укрывать таких людей, и им здесь не место, действительно. Но вот случаев, к счастью, таких случаев нет. Часто в последнее время обновляются правила дорожного движения, то есть нововведения какие-то вводятся. Скажите, пожалуйста, ведется ли вами какая-то разъяснительная работа по этому поводу? Ну, я думаю, что, в первую очередь, эта задача не только госавтоинспекции, а, наверное, всей России, все общество автомобилистов и уважающий себя водитель, да и пешеход вообще участник дорожного движения при том, что он знает, что введены какие-то изменения, он поинтересуется, в первую очередь, ими. Ну, и как можем? Конечно, разъясняем на дорогах. Конечно, с теми, кто к нам обращается, мы проводим эти беседы и демонстрируем то, что новое включилось в правила дорожного движения, вашим участием, вашей помощью, помощью органов местного самоуправления, через газеты, которые у нас существуют. То есть мы уже опубликовали ряд материалов. Надеюсь, что они были доходчивы и понятны всем водителям. В общих чертах, если позволите, ну, я бы как бы хотел остановиться на самых основных. Это то, что сейчас больше всего рассматривается на телевидении по перевозке детей. То, что изменены правила в части перевозки, обязательно перевозки детей на переднем сидении, только в специальных креслах, детских удерживающих устройствах. На задних сидениях при наличии ремней безопасности ребенок обязательно должен быть ими зафиксирован. Опять-таки он зафиксирован должен быть, не нарушая его личную безопасность. То есть если пятигодовалый ребенок будет сидеть на заднем сидении, любому водителю понятно, что он не может быть пристегнут стандартным ремнем безопасности. Здесь опять-таки речь может вестись только о специальном удерживающем устройстве сидении его детском. К сожалению, законодатель несколько не продумал вот те транспортные средства, которые не оборудованы в нем безопасности. То есть вот я надеюсь, что это как-то в ближайшее время разрешится и придут определенные разъяснения. Очень серьезное, я думаю, подспорье будет в обеспечении безопасности, когда на транспортных средствах теперь обязан водитель включать ближний свет фар в ненаселенных пунктах. Я по опыту могу сказать, что это достаточно серьезно привлекает внимание, когда машина движется по дороге, тем более, что за городом скорости достаточно велики. И время среагировать у того или иного участника дорожного движения, когда движется такая машина, намного больше. И привлекает внимание машина лучше. Это, я думаю, самое серьезное изменение. Внесены изменения по применению специальных сигналов, а именно по предоставлению машин, которые имеют специальную сфотографическую окраску, спецсигналы, звуковые, световые, о том, что водители должны обеспечить беспрепятственный проезд. Но опять-таки рассматривается в законопроекте вопрос о максимальном уменьшении, скажем так, вот таких машин. То, что сейчас паломничество такое очень большое в Москве, я думаю, что оно будет многократно уменьшено. То есть вот эти вот все сопровождения, наверное, будут все-таки сведены к минимуму. Внесены изменения в содержание и увеличение количества дорожных знаков. Но особых, как бы, таких серьезных, каких-то повлекших, наверное, сложностей для водителя, я думаю, не будет. Потому что это все сделано как бы для упорядочения и для того, чтобы водитель, выезжая на какую-то территорию, имел информацию о том, что, да, здесь действительно есть какие-то ограничения. Но определенные понятия обочины, центральной части дороги, так называемой разделительной полосы, это опять-таки сделано из того, чтобы не возникало споров между водителем и инспектором на дороге о том или ином нарушении. Но я думаю, что мы все-таки с вашей помощью будем стараться разъяснять, и какие-то вопросы будут возникать у водителя. Мы будем обращаться к нему и рассказывать, что непосредственно будет. И последнее, вот именно по этому вопросу, что водители сейчас многие думают о том, что правила дорожного движения новые, еще не вступили в силу. Я хочу их, как бы, несколько огорчить, потому что с 1 января подписаны, утверждены эти правила дорожного движения, и мы постепенно начинаем осуществлять работу по ним, то есть контролировать. Вот именно ближний свет фарф в первую очередь, нужно, чтобы водители уже потихоньку привыкали. Есть уже и наказание, есть административные протоколы. И, надо сказать, практика такая идет, в принципе, по всей России. Будет какое-либо поэтапное введение, конечно, мы будем стараться доводить до водителя это все. А к нам обратились жители базарного проезда, которые сетуют на то, что в выходной день затруднено движение по проезду, ввиду того, что скапливается большое количество транспорта. Вот контролируется ли вами вот эта ситуация? Ситуация, я вам скажу сразу так, неоднозначная и неодносторонняя, потому что серьезно она встала после того, как был перенесен автовокзал у нас в центральную часть города, и возобновлена работа центрального рынка. Получилось так, что на рынке, сейчас я так на память не могу ошибаться, но порядка 700 торговых мест. Есть определенные нормативные документы, которые регламентируют все-таки у таких объектов максимальное строительство автомобильных стоянок. Вот та стоянка на бывшей, как мы называем ее, колхозной площади, которая изначально была порядка 70 мест, сейчас уже около 50, с учетом того, что останавливаться, вынуждены останавливать там автобусы, междугородные, пригородные, отвели им место. 50 мест, ну что такое 50 мест на тех, кто приезжает на рынок, сделает покупки. Частично мы вынуждены были ввести ограничения на улице Ярославская, на улице Ольги Бергульц вообще сделали только для движения автобусов. Не все, конечно, водители выполняют эти требования, и мы сейчас, на сегодняшний день, вот каждый выходной, угольно я даю указания, и взводом дорожно-патрульной службы там осуществляется контроль. Но одними, скажем так, мерами наказания, я думаю, ситуацию не разрешить, потому что, ну, для того, чтобы водитель куда-то поставил машину, она была в безопасном расстоянии, я имею в виду, в первую очередь, ну, чтобы не совершилось дорожно-транспортное происшествие, чтобы не было провокации на ее неправомерное завладение, то есть угон, кражу, водитель как-то должен быть в непосредственной близости от машины, но если нету рынка этой стоянки. Были наши предложения в администрацию порядка трех лет назад о том, что сделать определенные места для парковки, и проработан проект, к сожалению, на сегодняшний день, ввиду отсутствия финансирования, вот, не удалось его реализовать, но он в стадии, действительно, находится в стадии разработки, то есть мы определили места парковки, ну, по принципу, как сделано это в Ярославле, в Москве, я думаю, что мы пришли к этому времени, когда можно ставить на определенной стороне улицы, по часам, вплоть до того, что определить, как будут стоять машины, кто будет контролировать за тем, чтобы эти машины стояли, я думаю, что снимется проблема и с базарным проездом, потому что не только о нем нужно вести речь, и улица Октябрьская, и улица Ольги Бергольца и Свободы, и в летнее время это очень и очень большой накал, скажем так, безопасности дорожного движения, мы очень этим озабочены, в администрацию постоянно пытаемся внести свое предложение максимально, чтобы упростить там ситуацию, с использованием площадки у магазина, бывшего магазина «Иволга», автозапчасти там, то есть вот таким вот образом стараемся максимально разгрузить этот участок, но пока не будет стоянки, я думаю, что будут сложности очень и очень большие. Водители такси интересуются, не будет ли как-то изменена ситуация по проезду по улице Ольги Бергольц, я имею в виду вот эту вот часть, которая находится напротив центрального рынка, поскольку и со стороны улицы Ярославской, Ярославского шоссе стоит знак, запрещающий движение к центральному рынку, и от улицы Октябрьской, и ввиду этого порой сложно подвести какие-то крупногабаритные грузы людям, которые торгуют на центральном рынке, и создает неудобства при вызове такси для жителей дома номер 4 по улице Ольги Бергольц. Проблема, надо сказать, разрешимая, потому что есть в конце концов правила дорожного движения, мы максимально четко стараемся по ним работать, и я вам скажу, ну как бы давайте вопрос разобьем, разобьем все-таки на две части. Вот по подъезду машин-такси, в первую очередь надо сказать, что у нас ограничено, исключено полностью движение со стороны улицы Ярославская, установленный знак 3-1, въезд запрещен, который исключает абсолютно движение всех, и мы пошли на то, что даже автобусы не могут здесь заезжать, только со стороны улицы Октябрьской могут подъезжать, чтобы было одностороннее движение. Объяснено это очень просто, стесненными условиями движения, то есть улица достаточно узкая, реконструируемый мост, который там через ручей, он достаточно узкий, то есть ширина его порядка 6 метров, если открыть сквозное движение, по нему не выдержит, в конечном итоге, да и, надо сказать, стереотип у наших граждан такой, что люди привыкли ходить по дороге, вот те там с двух сторон, которые есть тротуары, они практически не используются, люди все равно идут по проезжей части, с учетом того, что здесь как бы есть ограничения для движения транспорта. Что касается стороны движения, со стороны улицы Октябрьска, вот с этой половиной площади, там стоит знак 3-2, движение запрещено. Если касаться его требований, то он не распространяется на граждан, проживающих или работающих в обозначенной зоне и на транспортные средства, которые обслуживают этих граждан. Но зачастую встает такой вопрос, когда инспектор останавливает водителя, и тот не может подтвердить действительно, куда он едет, с какой целью. Вот я думаю, что в первую очередь, именно такие как бы вопросы на дороге возникают, и разруливать, ну извините, за грубость разруливать их, действительно прямо на месте, то есть объяснять. И инспектор может в каких-то вопросах ошибаться, объяснить, что да, я еду в такое-то место, будьте добры, разрешите мне проезд, и наказывать в этом случае, конечно, никто никого не должен. Проблема встает опять-таки и к руководству нашего центрального рынка, потому что определялись условия торговли, ну часть из которых коснулась и нас, и определено, что было, въезд на рынок должен осуществляться мимо бывшего магазина охотников по базарному проезду до 9 утра, и выезд в территорию рынка только после часа, только в сторону улицы Октябрьска. Вот такое движение, которое, ну я думаю, в первую очередь, не будет создавать каких-то особых сложностей для других транспортных средств, для пешеходов, но опять-таки здесь стесненные условия, те же самые автобусы, которые на сегодняшний день к автостанции может подъехать, реально один автобус, ведь это у нас, наверное, вот из таких маленьких городов единственный город, где нет возможности подъехать сразу нескольким автобусом, а отправляются они там, будем говорить так, в обеденное время, достаточно часто. И что может получиться, если стоит автобус, одновременно подъезжает такси, то есть понимает, что это будет стесненность такая, что один другому начинает мешать, а такси подъедет, выгрузит вот эти вот вещи, опять-таки это будут помехи для движения автобуса, даже для посадки пассажиров. Ну и не последнюю очередь играет здесь, конечно, торговля вблизи территории рынка, а именно прямо на тротуаре. Сами ведь свидетелями были, когда бабушки эти выстраиваются и начинают торговать, по большому счету тротуар – это место, где должны двигаться пешеходы, а не там, где осуществляется торговля. В результате этого пешеходы, которые не планируют делать какие-то покупки, уходят на проезжую часть и идут по дороге. А что такое человек, который идет прямо посреди дороги, и ему навстречу едет любая машина или автобус? Сами понимают, что это достаточно сложно. И контролировать движение мы вынуждены, действительно, там очень и очень жестко. Поэтому нарядом, конечно, дано указание, что максимально эффективно обеспечить там безопасность в дорожном движении. И работа эта будет проводиться постоянно. Евгений Николаевич, большое удобство во многих городах так называемые лежачие полицейские, которые снижают скорость транспорта. Вот почему у нас в городе нет таких лежачих полицейских? Знаете, что, вот в этом плане мы стоим в первую очередь на вопросах обеспечения безопасности на аварийно-опасных участках, потому что лежачий полицейский сам под себе подразумевает снижение скорости. И надо сказать, не оправдаясь, конечно, надо сказать, что на протяжении последних трех лет мы в администрацию постоянно направляем информацию о необходимости строительства как минимум 10 таких лежачих полицейских. Последним годом мы нашли взаимопонимание пока только по одному, после вмешательства главы администрации Елена Михайловна Шереметьева, которая приняла решение о строительстве такого лежачего полицейского, ну, как пробного варианта у четвертой школы. Там, где постоянно мы контролируем этот скоростной режим, и там, где возможно появление детей, ну, переходит, ну, ребята из четвертой школы через дорогу идут в поселок. Вот, как только сойдет снег, есть у меня заявление нашей службы заказчика, нашей администрации о том, что строительство такое будет проведено, уже осмечено и частично оплачено от лежащих полицейских. Но, опять-таки, мест, куда их необходимо разместить, очень-очень много. Это и 5-я школа Ленинское шоссе, это и улица Рыбинское шоссе возле общежития, и улица Рыбинское шоссе возле рынка Северный, и по Ярославской улице несколько таких мест, где необходимо, у вас под окнами на перекрестке Ярославска и на Риманово необходимо, в первую очередь, там необходимо располагать лежащие полицейские. К сожалению, финансовые возможности нашей администрации ограничены, и нет сейчас такой возможности именно сделать в ближайшее время их. Но мы его убеждать в этом плане. Мы стоим на стороне для того, чтобы их действительно поставить и разместить на уличной дорожной сети. Дороги у нас сейчас надо отдать должное администрации очень хорошие, достаточно скоростные. И вот в первую очередь это чувствуется в весеннее, в летнее время, когда очень и очень много транспорта, гостевого транспорта к нам сюда приезжают. Но один лежачий полицейский, вот так, чтобы мы, как бы граждане знали, это порядка 80-100 тысяч, в зависимости от ширины проезжей части. То есть, как будут деньги, будут они у нас располагаться на дорогах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok